Сейчас, минутку-минутку-минутку-минутку. Сейчас-сейчас-сейчас. Мы еще три с половиной месяца не виделись. Сейчас же будем не чашку просто распилать, а позрусом. Ой, кто не запись включил? Да, включил Андрей. Я тоже запись включу сейчас, одну секунду. Прошу прощения, я готова. Теперь, раз, вы поздно. Я работаю в институте технического заказчика Буравлев. А как, простите? Буравлев Дмитрий Нарисов. Служа технического заказчика. Согласно бюджетному учреждению Московской области, научно-исследовательскому конкурсному проектированию. Мы проведем. – История Анастасия Яразуковского. – У нас присутствует аргументная область. Согласно бюджетному сотрудничеству. И представители администрации. Давайте сначала пройдемся к вопросам, которые были заданы. По состоянию на сегодня. Продолжение следует. Итак, первый вопрос просили рассказать о тихучем состоянии стройки. Меня слышно? Все? Первый. Включение монтажа второго корпуса заявлено до 17 августа. В настоящее время все эти монтажные работы на втором корпусе завершены. Получается. На втором корпусе у нас идет активный монтаж кровли. В каком процентном отношении? Сейчас мы перейдем. Значит, у нас полностью завершено второе демонтаж. Мы к нему не возвращаемся. Поехали, вот монтаж кровли. Значит, выполнение. Кровли первого корпуса выполнена в один слой гидроизоляции. Второе слое... Процентный. Сейчас. В один слой. То есть, вы не видите. Хорошо. Поговорю. Вы же не строители. Я по каждому виду вам дам процентный. То есть, вы появленный водитель. Кровли выполнены в один слой. Второй слой у нас до конца ноября. Кровли второго корпуса по проценту выполнения по ведомству объема работы на следующий момент составляет 75% выполнение. То есть, получается, что не первый корпус, не второй у нас не завершили. Я объясню даже, с чем это связано. Первый до конца ноября. До конца ноября. А по второму что-то... Второй слой. Это не весь. Ну... Смотрите. Нет, тогда давайте так. Мы в ваших слоях не понимаем. Поймите нас правильно. Поэтому просто охоржали, загрошили. Я буду... Покрытие, закрытие. Заслышите меня, пожалуйста, по кровли. Давайте послушаем, сначала, дошла. Да? Как бы... По кровли. Да, чтобы сразу... Совершение работы по кровли до завершения монтажа фасадной системы невозможно. В полном объеме в статус 100% готовности. С чем это связано? На кровли крепятся объемники. На парапятной части кровли есть припление технологических рабочих механизмов, которые служат для того, чтобы осматривать фасад. Значит, гидроизоляция в один слой позволяет не замочить дом для того, чтобы завершить работу одни и уже в окончательном этапе перейти к выполнению кровли в стопроцентном варианте. Значит, это небольшой вопрос. Значит, у нас сразу вытекает из строя фасад. Тогда когда будет закончен фасад? К фасаду. Это вопрос у нас пятый. У нас есть фасад вопрос по первому корпусу. Да, но мы тогда напоследовательно, что из чего вытекает. Пятый вопрос. Так. Ну, это спрос. По номерамок нет? Все равно еще по фасаду. Конец, наверное, как раз. Конец, наверное, как раз. Ну, она говорила, что в сентябре все это будет. Так, значит, монтаж фасадов по первому корпусу у нас на сегодняшний момент выполнен 45%. 45? 45%. 45%. Значит, окончание работ до 30-го и 10-го и 22-го года. 30-го и 12-го года. По второму корпусу 40% и такое же софт окончания. самая большая часть работ это прокладка направляющих и утеплителя вот когда они завершаются потом в процентном соотношении это составляет там не 80 процентов потому что он финансово емкий поэтому у вас процентном соотношении вы видите такие проценты тогда мы сразу опять же отсюда у тебя и следующий вопрос по плитке дети сейчас находят потому что время ведь он говорил что я в сентябре уже вроде бы как и сделаю шею не прошу это непосредственно подрядчика необходимости когда возникнет получается что после ноября когда появляется фронт работы после ноября получается мы сказали о кончании фасадов это окончание это полость уже не всех соответственно в ибре плитка на складе мы начали монтировать с той стороны ой а перекинете мне ее потом можете посмотреть это значит у нас же камера тропанная она вот здесь вот крутится а там ничего не видит Продолжение следует... 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 Получается так, что по отоплению первого корпуса вы к 15 октября, к запуску Московской области по графику, не успеваете? Мы не зависим от этого. Как вы потом будете запускать? Смотрите, ЦТП, Центральная теплая, находится в 6 корпусе. Она запущена, она работает, она действует с учетом нашей кубатуры теплоносителя. Мы в любой момент, 16-го, 17-го, 15-го запросим, они нам дают и все. Открывают кран уже. Управляющая компания 6-го. Есть оборудование, есть оговоренность, имущество. Оборудование. На 15 октября планируют. Что на 15 октября планируют. Первый корпус открыть, да. Первый корпус. У нас первый корпус, у нас 1-го по 13-й корпус и с 13-го по 24-го. Первый корпус. До 13-го этажа отопление запускается. По-русски. Контуры, дольщикам надо же делать... По-русски, да. По-русски. Мы не сможем делать отделку ломоков, не запустив тепло в дом. Правильно. Но у меня это больно вопрос. Это я и говорила. Надо до 15-го все два корпуса запустить. Хорошо. Температура поверхности обрабатывания должна быть не ниже плюс 5 градусов. Да. Точка замерзания воды 0 градусов. Плюс 5. А, вот дальше... То есть у вас будет техническое отопление, да? 10-й корпус. Точка замерзания 2-й, 0 градусов. Тепловноситель у нас вода. Ну, там в среднем они, наверное, 10-й. Это все. Где-то... Для того, чтобы... А остальные контуры, по-русски? Смотрите, это... Это привязано к графику производства работ. То есть вот... Почему... Культурами они это делают, да? Вот на этот контур заходят у нас... Со следующей недели заходят отделочники. Значит, соответственно, им для того, чтобы создать работу, нужно его греть. То есть... Просто греть, просто так, да? Полить деньги на ветер, ну... Никто не будет. Значит, это сделано так. Вы сейчас, по-русски работаете. То есть... Они вот этот опыт по... Там, условно говоря, вот... Кусками. Кусками, да. Это 15 лет по обоим, как кускам? Нет. Только первый. Это первый корпус, да. Потому что... Это... Все... Все работы жестко привязаны к технологической карте. То есть... Что, за чем следует. То есть... Запускать, там, условно говоря, зимой в холодный контур, да? Для того, чтобы там берете стяжку. Ну... Это глупость несосветная. Вы потом займете в свою квартиру, эту стяжку все... Ну... Да. Уберете... Скажете... Что же... То есть... Значит, мы идем... То есть... Мы сейчас запускаем... Вернее, вы... До 15 октября запускаете первый контур, потом последовательно второй контур, потом последовательно такими шмаками пошли во и... То есть... То есть мы не боимся, что мы остались без отопления, работы остались... Все... У нас это... Вопрос сразу, пока от отопления не отошли. Следующий. Вот... После запуска кто оплачивает? Администрация или фонд? Строщики, значит... Заскроем. Это в коре, да. Да, угол. Это механизация строительства. Главное, что не дочь. Поговорите, это в коре, по нему механизации строительства, у нас подрядчик... Подрядчик несет... Даже может не фонд, а подрядчик, как кремль. В данном случае эти... Вы, думаю, эти строщики очень хорошо понимают, что там фонд, что там подрядчик, что там где подрядчик, что там подрядчик, фонд. Это обязанность строителей. Это собирательный образ фонда. Хорошо. Фонд несет данные расходы. Расплаты. Потому что они вошли в... При экспертизе, да, они учитывались. Эти расходы на содержание строительной площадки. Это расходы на электричество, на водоснабжение и на тепло. Эти расходы, это обязательные расходы, они включаются в общую... Значит, мы подчеркиваем, нет дочек. Не дочек. Не дочек. Потому что уже был такой... Я... Нет, нет. Такого разговора не могло быть. Среди... Ну, давайте так, в связи с точки зрения, гражданский отрасль говорит об одном. Время содержания строительной площадки несет подрядчик до момента сдачи объекта в эксплуатацию. Все остальное, это, извините, как бы... Либо договоренности какие-то между... Либо попытка не дать как-то подрядчику скатиться там в банкротство. Но это не правовые основания для того, чтобы это обсуждать. Если мы с вами говорим в нормах права, здесь все очень просто, да. Весь этот период, это обязанность застройщиков. Более того, при проведении государственных специй, как в нашем случае, по данному жилому дому, эти затраты должны быть обоснованы, рассчитаны и должны получить экспертное заключение. Положительное экспертное заключение. Потому что в случае отрицательного экспертного заключения бюджет этих денег не выделится. В другой бюджет, просто бы не в церкви. Вдумайте... В общем, не питерский фонд, который там сейчас... ...это из которых... ...это из которых... ...это из которых 30-60 миллионов, кто будет рассчитываться. Долг? Долг, который образовался на момент захода фонда на дательство, это нет. Это в рамках банкротных дел не будет рассчитываться. То есть эти затраты, понесенные до передачи строительной площадки, значит, это предмет рассмотрения арбитражного суда. Не, Роман, ты хотел спросить, когда в чём он зашёл? Я так... Можно я перешиваю вопрос? Не будем ли мы платить за эти эти 60 миллионов? Нет. Потому что это материалы арбитражного дела. В рамках рассмотрения арбитражного дела эти долги будут рассматриваться. Это либо банкротство закроется, либо ещё каким-то образом. Но это точно абсолютно недольчики. Потому что этот долг влияет на договор между предыдущим застройщиком и какими-то северными компаниями. Он не может возникнуть из воздуха. Вы, как участник делевого строительства, не несёте ответственность за действия третьих лиц. Да, на вас последствия накладываются, но не ответственно за действия. Последствия в данном случае то, что вы годами ждёте свою квартиру. Вот. Это те риски. Гидроизоляция. Гидроизоляция. Значит, по первому корпусу на сегодняшний момент выполнена 48% гидроизоляции. По второму корпусу 38% здесь у нас был выявлен в паркинге некачественное производство работ. То есть то, что не вошло в первое, а последнее техническое, то, что не выявлено. Да, да. И, если вы видите, да, у нас строительная площадка категорически ограничена размером. Значит, если отказывать, если сейчас делать, там, накидываться только на гидроизоляцию, в том виде, в котором она была изначально заявлена, у нас все остальные работы встанут. Все работы встанут. Потому что место подъезда техники и загрузки материалов, потому что это просто чисто отсутствует. Поэтому принималось решение о поэтапном выполнении по тем местам, где у нас на сегодняшний момент действительно она печет. Таких мест не много. Точечно, да? Точечно, да. В объеме проекта выполнено 38%. Реально сейчас у нас парки практически сухо. То есть с точки зрения наличия воды нет. Да, вот как раз к подъеду и перейдем. Интересный вопрос. Вода в парке. Именно из-за того, что гидроизоляция сделана с нарушениями? Или нарушениями? Не только гидроизоляция, но с нарушениями. Тепло... Ой, этот воздушный объем. Что там произошло? Откуда это? Можно сейчас только предполагать, но мы предполагаем, что при начальном монтаже фундаментной плиты были допущены существенные нарушения. В том числе с привыканиями, с деформационными ночеваниями. Хорошо. Это устранить можно вот этот эффект с привыканиями? Можно я поясню этот вопрос, если вы совсем не понимаете? Мы предъявили видео по блоге, на котором была вода сейчас. Вода? То есть не то, что вы устраняли, а сейчас. И Надежда спрашивает... Да вот на прошлой неделе, да? Это было 3 сентября, по-моему, видео. Подвал сухой. Почему сухой? Я вам видео сейчас покажу. Это конденсат, либо это остатки какой-то воды. Вот поэтому я надеюсь... Подайте видео от нас. Я сейчас видео покажу. Там воды много? Сейчас... Ну там не нужно много лужи. Нет, ну лужи. Нет, это лужи была. Ну а, значит, это в приемке, в одном, вдруг стоит вода, которую мы еще нюхали, да? Она и стоит. Почему? Нет, 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 нет. Куда? Ну, я могу зайти его, точно скажу, откуда течет. Вот и пропустите. Лучший год. Как свои пять парков. Нет вопросов. Он же там ковырялся на плачевую по коленам дерьми все это дело. У нас сейчас производится работа по инъектированию тех самых, как мы все нашли. Именно с точки зрения, нужно прекратить полностью подрядчик. Можно где-то она и проходит, я не могу сказать. Но мне подрядчики оказывают, что... На сегодня мы не знаем откуда вода. Получается, что там... Нет, у нас не завершенная работа, там есть. Сейчас этот процесс работает. То есть, когда полностью завершенная будет работа по инъектированию, тогда как бы мы там все. И смотрите, вот лесную сторону Америка, кусок вот этот. Мы все сделали вот буквой Г. Вот так вот. Здесь все сухо не течет. Вот здесь мы не делаем. Вот здесь. Там их установить. Понятно будет, о чем я сказал. Ну да, да. И когда вот здесь делается все. Вот сухой подвал. Полы не будут, еще пока не будет. Нет, потом мы сейчас не собираемся. А полы как, а полы как будут заливаться? Ну что? Полы будут заливаться? Ну то есть, машина будет подъезжать? И что, как? Там уже объем большой, семян так. Устройство дефонационных швов. Слушай, я рада найти не помню. Михаил, можно еще раз дай. технологии какая будет технологии какая машина будет доезжать заливать или что вручную же это будет делать не машина здесь то есть это не грязная работа стены же отштукатурены белым и швы зашпаклевывать насколько я понимаю что то есть они то есть целый а так он сухой с левой стороны вот я ходил на сухой подвал а вот у меня вот шестого сейчас пройдется лучше чем увидеть своими глазами как я сказал я уже здесь ходила ходила смотрит срокопод приглашал рассмотр я как юный пионер не будет там не привязка к дату там привязка к сроку идет срок это количество дней производства работы то есть проект документации содержится у нас сегодня там сентября мы начали какой-то вид работ вот по этой карте вид работ он составляет 15 дней я условно говорю сейчас не по конкретно то есть мы 13 сентября прибавляем 13 дней получаем срок окончания работы это вот таким образом делать то есть там нету Михаил вы имеете ввиду госзакупку да там висел график до 20 смотрите там висел март 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 а потом все это переехало в сентябрь того же года то есть были вы смотрите у вас на госзакупке были заключены дополнительные соглашения вот эти соглашения повлияли на сдвиг срок нет смотрите и ведь мы не жаль по поводу сроку единственным единственное основа для сдвига сроков это заключение государственной экспертизы и единственно если нас заключение государственных экспертиз увеличится срок производства работ то соответственно это сроки увеличиваются а то что у нас какие здесь непредвиденные были А почему там в начале висел март 22-го, а потом стал висеть сентябрь 22-го? Нас в март 23-го больше устраивает, чем сентябрь 23-го. С чем это связано? Почему так получилось? То есть с шаблонной заготовки идет март. У нас в март. У нас в март. Во всех проектах в март. А на сайте фонда визит. Значит, мы ориентируемся на март. Позвольте я вам прочитать. Нет, на март. И мы ориентируемся на март. Слушайте, вы меня, пожалуйста, услышите. Потому что график, который ставит фонд, это график, который прошедший экспертизу. То есть если в экспертизе было написано, что окончание строительства по максимальному сроку будет в сентябре, фонд ничего иного, как сентябрь 2-го, вывесить не может. То есть максимальный срок ставится 30 сентября 20-го года. Исходя из количества дней, указанных в проектах организации строительства, прошедшим экспертизу. Хорошо, это понятно. А как же мы будем ориентироваться на март 23-го года? Скорее всего, фонд указал сроки, иначе решение строительства остается на март 23-го года. Да, кстати, мы сейчас еще перейдем. У нас вопрос был по отделке квартир. Да, это мой вопрос. Давайте, потом возникает вопрос. Остановки данного объекта, ну, в том числе, когда станет учет, только потом это реализовывается ваша права. То есть график, который... То есть график, который висит на сайте фонда, включает в себя оформление документов, выдачу ключей, а не окончание строительства. У нас же там в городе квартир открывали, там же 30-е сентября. Вот смотрите, в случае, давайте... Да там уже такие буквы, что... Давайте все поговорим про дело в прошлом, да? В случае... Нет, нет, мы еще с этим не разобрались. То есть вот те изменения, которые отмечены, вернее, доп. соглашения, которые отмечены на госзакупки, они не влияют на сроки строительства. Ну, сроки строительства, сроки указанных в проектах организации строительства. Да, если у нас проектор недостроительства, эксперты посчитали, что он должен увеличиться, значит он увеличится. Физически мы делаем все для того, чтобы их сократить и в марте вам показать готовность объектов водоуэксплодации. А вот такой еще вопрос. Теперь следующий. Здесь чем запричено соглашение? Там прямо на госзакупке соглашение номер два. Я еще раз... Причина, мы не знаем, она не откроется. Мы когда вскрыли фасады. Одна из причин. То, что там у нас довольно объемное было изменение в проектную документацию, у нас это называется «артособытия». Это непредвиденные какие-то моменты. Когда обстроили у нас фасад, у нас оказалось незаполненное швы. Это дополнительный вид работ. То есть любой дополнительный вид работ вам сразу же увеличит срок строительства. Ну, то есть оно математически считается. То есть можно, там, нагреть уже узбеков или, там, я не знаю, кого-то, но и они с ними сделают это быстрее, чем нормативный расчет. Да, но фасад-то мы вскрыли давно, а изменения на госзакупке 26-го, 0-7-го. Изменения на госзакупке, вот смотрите, мы вскрыли фасад, мы увидели. Мы вскрыли фасад, мы увидели о том, что отсутствует ряд необходимых к выполнению работы. После этого фонд дает задание проектировщику подготовить несильные изменения в проект. Проектировщик готовит эти изменения на основе заключения, проводится дополнительное обследование. На основе дополнительного обследования проектировщик готовит. С этими изменениями проектировщик обращается в экспертизу. Я все это не знаю. Сколько, подождите, дослушайте до консалта, да? Слушаю. В экспертизу. Эксперты в течение 40 дней нормативных рассматривают эти изменения. И по результатам этих изменений выдают заключение. Так вот, только это заключение является основанием для фонда для того, чтобы размещать на закупках какие-то дополнительные соглашения. Тогда давайте так, значит, любые там какие-то топ-соглашения не влияют на сроки вторичности. В зависимости от выявленных недостатков? Ой, дружище. Ну, позвольте, если нам выявлена была разборка и вновь монтаж полностью, мячком, это перегородок. Конечно, влияет. Ну, это физически в несколько раз больше. Мало того, что это, я сейчас приводу пример, да, вот здесь у вас. Часть демонтажа, который необходим был, на изначально проекте его не было. А что такое демонтаж? Это за собой влечет монтаж последующий. То есть, давайте там, ждать не как строить, но 10 кирпичей положить быстрее, чем 1000. Вот это, да, сначала ты их разбери, 1000 еще разбери, а потом 1000 еще положи. Мало того, что это дополнительные расходы, а для того, чтобы их понести, мы их должны обосновать. Вы не забывайте, что деньги федерального бюджета, то есть, там, за каждую копейку… Общий срок, то есть, у нас, вот, сейчас мы пока, смотрите, есть, еще раз, услышите, пожалуйста, да, есть нормативный срок, нормативный срок – сентябрь. Значит, есть реальный срок, который мы по договору идем, у нас подрядчик идет по этому договору, это март, по-прежнему март. Вы расчета физика объема, более глобального… Дальше… Мы говорим с вами про… Вот я почему хотел перейти к отделке квартиры, потому что в объеме проекта, в объеме проекта и заключение соответствия и ввод в эксплуатацию получается квартиры не отделаны. Значит, для того, чтобы, скажем так, нивелировать разницу по отделке и тем гражданам, кто купил без отделки, значит, принята следующая схема. Сдача происходит без чистовой отделки по квартирам, где они должны были быть. Следующее действие – после ввода в эксплуатацию фонд… Нет, стоп, 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 стоп. Это там, где нет отделки, то она идет без отделки, а у нас сдача с отделкой. Так вы услышите… Я ровно об этом вам и говорю. У меня это больно, я уже не могу. Я рассказываю как раз и так. Хорошо. Вы как бы каждый раз… Я не могу отделку. Вот ровно на половине, когда не дослушав до финала, для того, чтобы те люди, у кого нет отделки, получили быстрее свои квартиры… У кого нет, те быстрее. У кого нет, те быстрее получают. У кого есть, происходит заключение следующего контракта на отделку именно тех квартир, тех дольщиков, у кого в договоре долевого участия прописана отделка. Это происходит после документа о вводе объекта в эксплуатацию. То как это вы вводите объект в эксплуатацию, если вы не сдали отделку? Вы несете ответственность по обязательству и комфорту? Мы не смотрели… Как вы вводите объект в эксплуатацию? Давайте так, мы перед вами несем ответственности. Перед нами. Только я не собираюсь. Вы вводите дом в эксплуатацию, потом вы со мной заключаете какой-то договор. Если вы не с вами, контракт заключается с подрядчиком. Они отбудутся для этой организации, которая будет вводить подрядчиком. Конечно, фунт вам передает отделную квартиру. Вы что переживаете? За то, что вы квартиру получите позже с отделкой, нежели… Нет, то что я вообще квартиру могу получить без заделки. Вам не сказали, вам сказали, вы получите с отделкой чуть позже. Вы получите не позже тех, кто вы без заделки. Да, но дома-то вы уже сдадите. Потому что у них не только отделка, ваши квартиры, они уже стены сформированы, перегородки. А у них даже нет перегородок. У них сначала не жены перегородки, а потом отделку. Они получат позже вас в любом случае. Да мне не важно, кто когда. Позже, кто когда раньше. У меня нет… Ну, 204 квартиры получите. Просто когда дом сдается в эксплуатацию, госкомиссия пришла, уже все, подписали. И вдруг возникает вот такая тема. Ничего подобного. Каким макаром? Мы, в данном случае, мы говорим с вами о дострое. Мы с вами говорим о фонде долевого строительства, который жестко регулирован федеральными законами. Значит, обязанность передать дольщикам квартиры в виде, в котором у них написано в ДДУ, это обязанность, предусмотренная законом. Уже сдали и вдруг возникает по ДДУ. Ну, слушайте… Секундочку. Значит, у нас сейчас есть нормативное правило по возможности сдачи дома в эксплуатацию. Есть объемы, проектные объемы, когда дом сдается с чистовой отделкой места общего пользования, квартира в данном случае, в черновой отделке или без черновой отделки. ДДУ они со стяжкой предусмотрены. И это сокращает общие сроки, нежели мы будем выбирать из тысячи квартир, несколько квартир, их отделывать, все остальные тогда будут ждать. По Мартовскому суду фонд на себя взял обязательство в строй комфорта перед дольщиками. В эти обязательства входили сдача квартир, сдача дома, с отделкой. Передача квартир с отделкой. Передача квартир с отделкой. Значит, вы получите свою квартиру с отделкой. Если у вас в ДДУ прописана отделка, вы получите ее с отделкой. Я передавал через Михаила, приложение к ДДУ. У нас оно есть, мы подписывались, согласовывали. Кстати… Я не понимаю, в чем спичь, потому что… В таком случае, в сентябре нам уже обещали три варианта отделки. Дизайн, проект и все прочее. Где это? Значит, отделка будет… Ну, когда она будет? Вы говорите там «будет». Конечно, она когда-то будет, но нам обещали. Сентябрь, где вот у меня все записано. Сентябрь, варианты. Где они, эти варианты? У нас создан специальный чат. Под эти варианты мы создавали. Где у нас дизайн-проект? Где у нас встреча с отделочниками, которые нам позже обещали? Варианты отделки у нас, у нас все в соответствии с ДДУ. Вот фонд исполняется… У нас было приложение, Олеся, к ДДУ. Я все передала через Михаила. Мы все подписывали. Допсоглашение… Почему? Я это еще в июле передала. Ну, все, тогда мы поднимем просто ДДУ. Мне просто нужно визуально видеть. Я же не могу помнить все. Там дизайн-проект, который мы подписывали. Там и отделка. Там и отделка. Это все прописано, и приложение это регистрировано. Это приложение… Конечно. Какие три варианта? Дополнительное соглашение шло. Со стройкомфортом. С печатями, с подписьми. Можно? У вас есть ДДУ соглашение, правильно? Да, есть. Там прописан вариант отделки. Да, есть. Дизайн-проект в этом ДОП-соглашении. Ну, я сейчас… Нет, это очень важно. То есть, вам устанавливались права именно в тех объемах, которые вас предназначены не документальны. Я вам могу сейчас… Приглашение это регистрировано было просто если? А я такая, знаю, где стройкомфорт, что регистрировал. Вы мне тогда напишите, я подниму ваши документы. Давайте сейчас… Да. Пожалуйста, я вам сейчас… А вот нам Михаил прислал еще в чат, что… У кого нет отделки, да, там, за доплату там цены были указаны. Эта информация вообще не понятна откуда. Это… Можно? Мы неоднократно это обсуждали на разных… разноуровневых совещаниях. Значит, никаких дополнительных плат фонд за отделку взимать не будет. Никаких изменений относительно утвержденного ДДУ у вас не будет. Значит, фонд некоммерческая организация. У кого белки нет, он не будет, да? Его не будет. И фонд… Нельзя фонд заплатить денег для того, чтобы он его выполнил. А как же? Если документ будет? Он не имеет права принимать. А если документ будет? А если документ будет? Если документ будет вот там… Значит, документ у вас додоводится прописано. То есть оно будет оплачивать. Или фонд вам будет оплачивать, или вы будете оплачивать. Ну, Михаил… Ну, в зависимости от того, куда они будут идти метро. Куда больше именно все количество квартир. Олег, не надо. Это после технического паспорта, понятно, по каждой квартире. Может, подарок. Может быть, не подарок, да? Это с фонда. Значит, есть жёсткая стоимость, да? Если она у вас есть, то она у вас прописана, да? Она не меняется. То есть фонд в данном случае загнан в рамки именно того документа, который вы написали с предыдущим застройщиком. И он там в правый шаг, правый шаг лево. Вот некоммерческая организация. Он не имеет права извлекать из этого прибыль. То есть вы поймите, да… А квартиры, которые не проданы, кто будет продавать? Федеральный фонд. Домарев. Другой уже, да? Да. Это не фонд, в данном случае достраивая полностью. Получает на себя полностью все документы. В момент получения всех документов он весь этот массив данных, передав вам, восстановив ваши права, всё это передаёт федеральным. Никак по-другому. То есть он не будет заниматься продажей квартир. Он не будет заниматься фондом, если мы говорим про фонд Московской области. Какие-то там отделки, например, коммерческого. Это всё не входит в ДДУ. То есть здесь, почему там квартировщики очень жёстко завязаны при проектировании, на наличие в договоре для его участия того или иного действия. Если там предусмотрена, например, квартира номер пять с отделкой, квартировщик не может её запрактировать без отделки. И так же наоборот. И так же наоборот. То есть это не целевой расход бюджетных средств. В данном случае это тюрьма. То есть получение ключей у нас в каком месяце планируется первая порция ключей? Значит, я вам... Хотя бы приблизительное заключение могу ещё сказать. Третий квартал у вас третьего года. Третий квартал у вас третьего года. Это не понятно, что вылезет. Когда закончили, например, полностью гидроизоляцию, как себя ведут конструкции. Понимаете, да? Это очень хорошо рассуждать, когда ведёшь строительство с нуля. Когда ты вынужден заходить в объект, который уже на 90% сформированный, и у тебя там в каких-то местах возникают непредвиденные совершенно такие моменты. Ну, слава богу, не у вас там, да? У нас там не в других объектах. Всё, дом уже готов под сдачу. В паркинге пошла вода. Вот ниоткуда стоял паркинг сухой. Два года. Ничего не было. Начали лить стяжку. То есть начали грузить ещё дополнительно дом физически. Оказалось, там некачественно выполнена монолитная плита фундаментная. Решим мы это? Решим. Оттягивать всё? Безусловно, оттягивать. Потому что, во-первых, это затратная часть. То есть для того, чтобы побороть, это там десятки миллионов рублей. Просто побороть. Я могу сказать, что вы в этом отношении в гораздо более выгодных условиях, как обманутые дольщики, которые достраиваются. Потому что для фонда не существует такого понятия, как личное финансирование. То есть у нас нет его. Есть лимит. Но этот лимит может увеличиваться ввиду, там, не признаваться. Скажется, значит, одно. Достроить объект и передать вам. Ну, то есть этот подрядчик будет до конца, до получения ключей, и потом, если какие-то недостатки будут у кого-то ремонт, он будет и... Ну, во-первых, фонд несет перед вами, потому что у вас договор с фондом исключен 5-летний срок, гарантийный. Это в любом случае. Значит, и перед фондом несет в соответствии с договором подрядчик по конечному. То есть он недостатки все будет сравнять. За свой счет. Возвращаемся к отделке. Когда будет встреча отделщика отделочного с фондом, это обещалось. На какой-то там очередной встрече предполагалось, что будет. Что будет отделка? Встреча. Встреча с вопросами по отделке. Да, по отделочникам скажем так. В четверг будет совещание, и я в пятницу с вами приеду. Да, это так. Давайте в протоколе запишем. Потому что мы договорились, что в пятницу информация о курсовках будет представлена по встрече непосредственно тех, у кого квартира с отделкой, и того будут вопросы. Потому что иначе мы будем засорять общие чаты. Мы специально создали отдельный чат. Вам, Олеся, расскажет время такой встречи. Информация по встрече от отделочников. Так, напишу. Я так понимаю, что дизайна проекта у нас в сентябре не будет обещанного. И вариантов, я так понимаю, не будет. Вот так, обещают, обещают, а потом все, а потом где-то сентября недели. Ну, не знаю, не знаю. У меня по вопросу. В таком случае, передозорщики, фактически, нанесут какие-то документы с ДДУ. Они вам несут, а документы куда-то тю-тю. А вот смотрите, можно это тоже, кстати, как и встану, например, вы принесли, у вас есть доп. соглашение, с каким дизайн-проектом. Не все дольщики принесли. А как фонд вам может варианты дизайн-проектов, если, к примеру, да, вот и будет сформировано, по результатам сбора всех ДДУ, там четыре условных дизайн-проектов утвержденных. Баймажер, то ждем, к нам встречи на встречу. Там было так. Строкомфорт прислал нам варианты дизайн-проекта. Мы, значит, должны были дать себе согласие. Кто-то ездил в офис, кто-то звонил по телефону. У меня в Москве близко не было. Я просто по телефону позвонила, сказала, отметьте, что я даю согласие. И на определенный вариант, там было три варианта, и мы выбирали. Я выбрала из этих трех вариантов, я выбрала свой какой-то. И все, и строкомфорт, это... Очень важно, чтобы этот вариант вошел у вас в то соглашение, которое вы со строкомфортом заключали. Но они по электрону. Кто-то заключал, кто-то не заключал. Значит, у вас нет никакого варианта. Ну, откуда я знаю, у кого есть, у кого нет. Ну, давайте как бы... Они нам прижали... Для этого фонд собирает документы, для этого он просит, для того, что дайте... Ну, я отправлю, вот, Олесь. Михаил, отправьте в фонд. Михаил, еще раз, да, вот... Возможность оценки совокупности всех перед НДУ и даст вам возможность, фонду возможность, какие-то выработать решения, которые вас там устроят, не устроят. Отсутствие полного комплекта, не дает картину. То есть, а завтра придет там еще кто-то и скажет, а у меня вот такой вот вариант отделки. Не, я могу собрать. Вот по отделочникам я могу все это взять у себя. Смотрите, мы договорились о том, что вам Олеся скажет, когда будет назначено совещание. Вы собираетесь у всех отделочников, и все эти вопросы мы конкретно по отделке... Давайте так, идите, а мы говорим, чтобы не засоветчат и не чужой вылезет. Я вам по отделке... Хорошо, а мы телефон вам известим. Михаил. Вот вам мой телефон, чтобы оно не терялось. Возьму Михаил, Надежда, возьму, найду я ваш контакт. Есть. У меня здесь и WhatsApp, и Telegram. Мы скачиваем. А Валя, да? А? А Валя. Нет, да ну это уже без телефона, ну загажем просто. Взяла и вырубила. И в шагах вырубила. Все же. Время заканчивается. Давайте еще... Там бесконечность какая-то. Есть Валя? Есть. Надеюсь, мы не все. Мы построим. Пошел на время. Да. Дальше чего? Поехали. Значит, отделоченьку переносим на пятницу и все. Закрыли это. Вот, что здесь? Это отделка. По-нашему, прошли полки. Короче, скажем так, что вода в парке неизвестна. Нет. Есть. А вот варочи. Вот показалось. Мы договорились с вами, что вода в парке, а сейчас пойдем посмотрим. Все. И тогда это вопрос. Ну, это в чем обсуждение. Хорошо, 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 как объяснить все. Работа идет. Время. Работа, сейчас идет производство работы. Все, давайте дальше. Значит, смотрите, вот этот вопрос. Там неизбежно будет даже при каких-то монолитных работах. Прямо. Просто тупо может протечь емкость. Допускаем. То есть, правильно, наизовки систем вода, да, тоже. Даже вот те фотографии, которые вы показывали, я смотрю. Дело в том, что, смотрите, фли, чтобы вы понимали, да, фли многочисленный, практичный, там, там, в том-то, везде, вот, сухой. Вот, вот даже, знаете, фотографию. Есть. Поэтому, давайте больше не... Значит, да, чтобы по этому вопросу, чего вы время теряете. Значит, так, хранение. То есть, фасадная клитка, где-то хранится радиатором, где-то хранятся, лифты где-то хранятся. Все оплачиваются, готовы. Лифты будут готовы монтировать 1 октября. Это уже монтаж, да? Да, готов. Еще 1 октября. Да, нет. С 1 октября будут приходить к нам в кукурузку. То есть, они сейчас, видимо, у избранителей, да? Готовы. С 30 сентября все 19 дней. А красивый лифт был, да? Все 12. Все толковые. Все красивые. Я могу сказать, что при услуге санкций у нас один ряд, то что все умные. Это и то хорошее, что у компании «Подрядчик». Хорошая задача. У меня на всех заплаты, мы сейчас без патруза. Да? А вверх, а вверх, 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 лежат на базе и подряд. Прям по запросу. Имея лучшую... На базе и подряд. А вверх, 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 вверх. А вверх, 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 вверх. Вверх, 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 вверх. У нас есть карачавский практический завод. А я не знаю, я не знаю. Есть китайские, но они по поставке. Да, вверх, вверх. Вверх, вверх, вверх. Понят, на базе подрядчик на секунду. А ручка будет как-то рукрутить? Какая ручка? Теперь я понимаю. Ну, раньше взрослого, в Данфос. Поэтому у нас, кстати, Данфос тоже ушел с рынка. Данфос, да? Данфос, да? Данфос, да? Данфос, да? Она так называется. Данфос, да? Данфос, да? Как болтаток. Написать на нас. На базе подрядчика с терморегуляторами. Регуляторами. Так, дальше что? А вот застройщика в ГУЛЛЕФТОСТОРОНИЯ? Да, вот. Застройщика в ГУЛЛЕФТОСТОРОНИЯ? Два, господа. И что такое у нас валяется на стройке утеплителя? И более того, во время... Под дождем. Вот, пожалуйста, недопустимое хранение утеплителя. Вы, по-моему, на основании технического обследования. Это утеплитель, для того, чтобы доделать то, что есть, и заменить полностью. Значит, соответственно сказали, что этим успеем... Так, дальше, хорошо. Там не только утеплитель подождет, там и с лисицами подождет. Поэтому отказали, да? Пойдем замен. Ну, она где-то замена, где-то их и не было там. Не знаю, как нам показал Когик, то это просто... Он так... Потом, что лифт, который эксплуатировался, выводит, что могут... Но по утеплителям выводить... ...обязательных элементов... ...выбракованы, да? Господи, приходит вашу микросхему, ее выводят, выводят. Тогда микросхема, направляющих. Ах, точно как. Ну, видели плохой. Может, андроэкопертически может, но это... ...на поздно. ...следующий момент продает назад, хороший приходит. Хорошо, они бракованы, где хранятся. Поэтому, нет, лучше все-таки новые... Вот он лежит, он дождемый. ...с нормальным эксплуатационным сроком, с нормальной гарантией на обязательстве. Ну, все открыто. Нет, я в такие... Я на рынки не хожу. Я только... Нет, вы приезжаете на рынки. Нет, я вообще не хожу на рынок. Я в лево. Так, давайте... ...накрытой пленкой, да. Нет, ничего страшного. Ну, можно же было там какой-то... ...напрест там, чего-то. Туда, в вашу квартиру уже. А что, вопрос такой? Мою не надо. Вот, я чесался. Как фунт расплачивается под речью? Мою не надо. Как фунт расплачивается под речью? Ну, ладно, если я не сделала... ...напреста, мы частями поднимаем. Смотрите, есть сейчас схема населения, она очень простая. Это там 20-30%. А вам? Сколько? Да, 20-30%. 30%. Да, не больше. Хотя сейчас, в Москве, например, по такому роду объектам не ставка, но здесь у нас, по слову, я помню, 20% больше. То есть, она уже прошла, да? Да. Авансирование было для начала, для закупки материалов и так далее. И дальше объем выполнения, они как выполнят еще эти обучения. Оп, месячно выполнены. Сколько они предъявили к выполнению, потому что они могут выполнить больше. Понимаю, ну это первое, какая сумма мягкая? Ну, это сделается из камня, миллиард 300, сколько. Нет, там, по-моему. Я знаю, что это такое. Вот натуральное, я сейчас заказала себе, натуральное, это чего-то там, вот такой сок. Подрядчик говорил, а потом за свои деньги начал строиться, у него на момент дозы, когда он включен дозу на 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 дозу. Подрядчик, а потом авансы на дозу на дозу на дозу на дозу на дозу. Вы какие-то дополнительные, где подрядчик? Подрядчики... Подрядчик там чего-то записаны. Да, подрядчики у нас будут обязательные, дозу на отделку и квартиры. Вот, а говорите, вы считаете... Нет, в точке, я сейчас строим все. Отдельно пройдет. Да, потому что в-разуме сейчас в проекте, то есть отделка квартиры, оттенок будет тендер. Дополнительно будет? Отдельно будет. Он не дополнительно, он законодельный. Я думаю, что в момент, когда мы будем понимать о том, что мы получим там значение соответствия. И это когда будет? В нашем понимании это март, понимание нормы это сентябрь. Вы вот сейчас чего добиваетесь? Я вам могу сказать и отвечаю только за те сроки, которые нормативно установлены. Нормативно установленный срок сентябрь. Я еще раз говорю, давайте договоримся сентябрь, строители выполнят раньше, а для вас будет радость. Хорошо, дальше идем. Иного я вам не скажу, как официальное лицо, иного я вам не скажу. Значит, вводить вас в блуд с точки зрения того, что давайте мы сейчас еще в этом году все закончим, ну, позвольте. Нет, но мы же разумные люди. Как разумные люди, вы должны понять, как официальное лицо я вам могу только назвать нормативные сроки строительства. Ничего другого, никто вам официально не назовет. Все остальное, это извините меня от лукавого. Хорошо, давайте дальше соответствие количества проводимым работам на стройке. Соответствует на следующий момент, соответствует. А что там на видеообзор буквально пяток сидит на корточках? Придем сигаретку, часто стоят, а в объекте кто не покажет? А что там не 400 работают? Сколько рабочих настройки? 400. 400 рабочих настройок, правильно? А нам говорили там что-то 200. 400 рабочих. У нас ежедневно мы негиторим количество рабочих настройок. Значит, сколько? У нас на следующей неделе начинается мокрая отделка мокров. Там добавляется порядка сколько-то, 100 человек. Ну, экстат, объем начинается с 45, где-то 300 в течение, сначала 2-го корпуса, в течение конца сентября. То есть сегодня 400, к концу недели, недели еще 150 не бывает. 327 сегодня, 400, приходят отделочники, 400 человек. Это 327 плюс отделки. Плюс приходят... То есть еще 300. До 400. Еще 350 не хватает человек. Да. Нам 700 обещали. Вячеслав Олегович обещал 750 человек в декабре месяце. Это было 14 века. Есть аудиозапись, могу показать. Вот мы смотрели, как на представлял начальный подрядчик. У нас максимум 580 человек. Макс, Олегович говорил, 750 человек в конце декабря месяца. 750 человек, да. Откуда он взял эту работу? Это были нормы на ноябре 22-го. Для того, чтобы сдать этот дом в ноябре 22-го года, вот через полтора месяца, в ноябре 22-го года, самое главное, да, было рассчитано 740 человек. Ввиду того, что работы увеличились по срокам и март, по основным видам работы, получилось 580-560 человек. Все. Это норма расчетная. Хорошо, значит, расчетная норма напишу, когда-либо, да. Люди не уходят по виду работы. Да, должны делать все это, например. Что закончили люди? Потому что, ну, вот смотрите, да, пока не проложили все условные сети по местам общего пользования, невозможно там начать отделку. Ну, просто физически невозможно. Значит, при том, что прокладкой сетей занимается там, ну, там, сколько, порядка там 50 человек, не больше. Сетей не системы. Сетей. Ну, без кинуть. Пока эти 50 человек свою работу не выполнят, 200 загнать на каждый этаж в отделку невозможно. Им нету фронта работы. Нет, ну, мы это понимаем. Ну, можно же как-то на фасад побольше рабочих бросить, бросить на крышу, на кровлю. Кровлю, 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 кровлю. На кровлю больше грузить. Не забывайте еще раз, у нас стесненная площадка по стройматериалу. Можно бросить, что они там делают. А вы начнули с минуты. Будете работать в отделку? У нас живой дом, ледушка. Что, ледушка? Живой дом. Нельзя, то есть. Ну, как у нас? И, мужик, а Менопар там тоже. Где-то площадка позволяет на время месяцев. Так же они там жалуются, имеются вызывать. Приезжают уже на время. Где-то это можно сделать, где-то нельзя. Это по одарению. По поводу производства работы. Начинаем время. Значит, экспертиза отдельно. По каждому объекту. Работа. Требуют точек. Возможно, подрядчик решится там на какие-то… Нет. Здесь опасные будут. На какие-то внутренние работы, которые будут связаны с поставками материала. Вы, вы знаете, там, 200-300 человек, да? Можно. Но нечего делать. Какие-то работы, которые возможны, завесли, обеспечить логистику вопроса. Любая часть связана с логистикой поставок материала. Сначала материалы, потом рабочие эти материалы начинают реализовывать на объекте. Если в этих материалах нет, то площадок. Поэтому мне когда задают вопрос о количестве рабочих, давайте так, для технического заказчика гораздо важнее. Выполненный время, этап сразу запланированный. С какими силами? Мне главное, чтобы он был выполнен. У меня стоит галочка, у меня объект находится в зеленом зоне. Как только у них нет выполнения, объект переходит в красную зону, начинает проводить совещание, начинает принимать человеческое решение по тому, каким образом это работает. По строительству материалов все есть для чего-то. Не надо ничего там где-то заражать никаких. Опасений по строительству материалов нет. Мы их не можем. Даже то, что у нас есть сейчас, подрядчик вынужден снимать карты для того, чтобы большую часть материалов занять вне остальной площадки. Именно для общего пользования. Здесь, конечно, здесь, конечно. Вот он. Здесь участвуют фактически по контуру. Я вас все равно спрашиваю. Дайте, пожалуйста. Знаете, что у нас участие, участие, участие наше, на котором... Так, дальше поехали. Что у нас по конструктиву? Там что-то получилось, когда Романов писал. По первому корпусу 85, по второму корпусу 80. Что осталось? Мы только что с ним поговорили. То есть отсылать вот на плитку? У нас монолитной работы нет. Ну, как ты тогда сразу получал? А, на чего там монолит? Конечно. Это все. Это конструктивный элемент здания. Здесь монолит, который мы делали. Это конструкция стены. Это окна. Это балконные двери. То есть мы посчитали то, что конструктив сделал и то, что будет. Конструктивный. А это длинно, да. Это так пишется. То есть есть, да, это сто процентов. Из него есть конструктив, там, кровь, отдел. Они делают все эти. Да. Мы читали, что я к Романову возвращаюсь. Романова, она так написала работу с первого и второго корпуса и земляные работы. Что она имела в виду? Есть ли там вагончики-заборчики? Меня это не интересует. Водопадная работа – это объão commodity и строительная настройка? Вы видите, что у нас строительная площадка若 hawmering fellong, сделанная. Твоя площадка тоже То есть эта концовада, вот ее про 100 литров – по строительству. И стройка идет? Только по строительству? Водопадная работа? То есть мы говорим про строительство? Пожа в нас there is fire on the beach, городок строительный стоит, в городе есть. Стра я между широками еще иду под землиными наркатами. Потому что мы сейчас с в числе стартого перейдем здесь сейчас. Это не те земляные работы, которые она имела в виду. Она имела в виду обратная засыпка пазов котлована того, как доделался дом. А сейчас идут работы земляные, они в рамках устройства гидроизоляции. Это не совсем. Потому что непонятно. Пробую Россию, которая писала по-русски, потому что очень много получается. Мы будем всю информацию предоставлять только на встречу, чтобы размещать ничего не было. Вот у меня возникли вопрос, что такое земляные работы, что она имела в виду? Она имела в виду. Вот есть такое, у нас проверяют главные управления, которые строят правильный обзор. Оль, подождите, подождите. Контрольная, контролирующая организация, контролирующая, контролирующая. А как часто они вас контролируют? Они разбивают проектные этапы. Значит, у нас по первому корпусу, по графику они провели последнюю проверку перед финальной. Перед когда? Перед когда будет финальная. Нет, а вот текущая. Была. 0,9, 22. Значит, 1, 09, сейчас объясню. Да. Либо мы заканчиваем, либо как? Потому что у нас тоже сегодня будет, у нас встреча с вещами. К сожалению, мы тоже, конечно, во время. Я в самом начале доложил, что вчера глава проводился с вещами, потом в дорожных инженерах сидели, да? И он даст довольно жесткое указание, может быть, директор нашей компании, с его организацией, по поводу реализации этих договоров, тех, как слои присоединения, да? То, что мы обсуждаем, что точки технологического соединения баз, как застройщик, не меняются, как они будут, так и не есть. У нас есть жесткие сроки по обеспечению этого объекта сетями, 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 сетями. А насколько выполнены или не выполнены? Или еще даже не приступали? Нет, сами проектируют. Еще только, правильно? Хорошо, вы переживаете. Как переживаете? Все будет хорошо. Ага. Я уже, что делаю потом, все потом. Все, что делаю потом, все у вас сомневается, просто не лежит. И у нас с вами еще вопрос по подачке и полосетей. И наоборот, чтобы... Значит, сейчас говорю, сети... Здесь все практически рядом. Сети в проекте. То есть нет такого километража, который у вас должен сбывать. Не, вы тут неправильно писали. Почему? Наружные сети нормальные. Нет, в проекте только постоянное электроснабжение, которое выполняет Россеть, да? Росеть. Все, а остальное? Канализация лежит. Вода подключена, тепло подключено. То есть вот у нас снаружи сети, кроме электроснабжения, все сделано. Подлежит. Вот нашу прокуратуру. Реконструкция, начинка, канализация, канализационно-насосной станции и ДНР. То есть вы использовали стройкомпорт сети, да? Ну, они были положены на ЖК. Нет, это нормально. Мы в них ходим. Да, значит, у нас получается, что электросеть... Твой электросеть сейчас проехит. Гарушка. Все, выстегает. А, так. Тепло, канализация. Да. Что там еще? Днемлевка. Днемлевка. И так это же вообще отлично. Что Романова не написала? Что наружные сети... Наверное, вопрос к Романову не к нам. Ну, вопрос. Ой, нет, подождите. Еще один вопрос. Передача денег подрядчиков. Потому что у нас началось, что шелк... Какой? Кап, ну, дюк, подрядчиков. Ну, что... Нет, подрядчиков, я пояснил. Просто схема. Романов задавал-то вопрос. Передача денег подрядчиков. По-транспорту, по-транспорту, выплачивается авансирование в размере 20% от 20% до 30% от общественных достойных строительств. Это аванс. Это авансирование на... Все, почему не ничего. Далее, все платежи происходят на основании актов выполненных нарушений. Это я зайду. На сколько хочешь, если же делать, я не знаю. И это не только... Все, давай. Он не хочет, пожалуйста. За авансирование поступило по злотворяйцу. После того, как я же ничего не выложил в свои делу. И больше в своем сяду. В эти нарушении получалось вот этот миллиард тридцать миллионов. Он получает 20%. Он получает 20% под эти суммы. Второй корпус он нашел там. Там же вообще деньги в десетю. Деньги во вскоре, то это для человеческих факторов. При сфере финансированиях, предусмотренных в доме МРФ, деньги в тюрьме невозможно. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний момент, по данному объекту, средства затрачивают подрядчик, не фонд. В большей степени. Здесь выполнение не будет. У нас подрядчика в меру пополнения МРФ не происходит. Хорошие у нас подрядчи. Не, вы удивляетесь, почему стройматериалы расставуются? Не допустим, не дашь, а напрягаетесь, что есть. У нас подрядчика строят за свои деньги. Да у меня нет, я вообще спокойно на это делать самостоятельно. Наоборот, наоборот, все эти кружки. Вы не встаете, в марте 24-го идем в сутки и выставляем не устройство срок. Я уже не просто опустил. Все это происходит. Когда у нас подрядчика. Мы четко ответили. А куда выезжаете? А че заезжаете? Они на переходку от меня идут? А вы что там походите? Я пойду. Меня пригласили. Да, я конечно. Конечно, конечно. Мы защищаем. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok